Я очень хорошо помню свое 23 февраля. Мы были на Кипре, прилетели на бизнес-синг. Прилетели не все, ребят не выпустили из России, потому что были неправильно оформлены доки, и поэтому мы просто работали как обычно, а 23 числа слонялись с моей коллегой Аней по острову. Аня из Украины. Она переехала к нам в Питер в 2014 году из-за того, что мы вставали с колен и нечаянно наступили на Крым. День был чудесный. Мы гоняли по острову на корпоративной тачке, фоткались, ржали, нашли Канаду и затопленную церковь. Нашли чудесный город Лоффе. Как-то так. В Лоффе не было никого, только рыжий смешной кот, огромные горшки, в которых хранили что-то, я даже не знаю что, и стены старых престарых домов. Кот ходил с нами, мяукал и падал на спину, забегая вперед и подставляя ватное пузико для причесушек. Я не знаю, как мы стали выходить из города. Дома как будто бы стали кончаться и больше идти было некуда. Мы все обошли. Стало уже вечерить. Появилась суперреальная женщина, которая очень громко тащила мусорный бак, моментально куда-то пропал кот и с ним исчезла магия. А утром мы проснулись, и началась война. Меня с разных концов мира писали мои ребята, русские, нет, и спрашивали, ты видела, почему Путин напал на Украину? Тебе нужна помощь? Тебе надо выпираться. Приезжай к нам, у нас есть диван, комната, коврик в коридоре. Я не знаю, первая пара недель была чистым сюром. Я читала все эти чудовищные новости и просто не могла поверить. Ощущение нереальности всего этого преследует меня до сих пор. Страшный сон. Все изменилось моментально. Все. Буквально все. Планы, цели, мечты рассыпались разом. Я сидела на Кипре и было супер страшно возвращаться домой. Все мои коллеги, партнеры, друзья массово бежали из России. Моя зарплата просто за пару дней стала меньше раза в два. Я без пяти минут купила квартиру, я уже обои туда выбрала. Все улетело в жопу. Самое страшное, что я не понимала, ради чего это. Я не понимаю и я никогда не пойму. Мне предлагали остаться на Кипре, но условия были, скажем так, безальтернативные, так что я уехала. И я сейчас в России. Но ненадолго. Я решила, что уезжаю. Первый месяц я надеялась, что эта бессмысленная мясорубка скоро кончится, что дед получит свой Донбасс и угомонится, что мнение людей и протест что-то решает. И я ходила протестовать. Я в это верила и верила в свою правду. Больше не верю. Эта скотская власть держится не на тех, кто ей верит и ее поддерживает, а на тех, кто ходит на путлеровские шабаши в поддержку Крыма, машет яростно и честно триколорами, отсвечивая разукрашенными патриотично лицами. Потом также спокойно, выходя со стадиона, вышвыривает флаг Родины в ближайшую помойку и идет пить немецкое пиво в американских кроссовках. Одна моя подруга там была, она работает на фонд капремонта Москвы. Опустим уровень наедалого населения этой конторой, и ей сказали идти. И она пошла. Ну потому что не ходить это, ну, как ты себе это представляешь? Я, конечно, живу в розовом айтишном мире, но четко представляю, что можно сказать. У тебя понос, давление, бабушка, ноги отпали. Просто, блядь, сказать нет. Они же даже не пробуют сказать нет. Никто. Она еще и фотку этого собачьего дерьма скинула в общий чатик, зная, что у меня сестра с твоими маленькими детьми неделю в подвале под Киевом просидела. Я не ругаюсь с теми, кто искренне верит и поддерживает. Таких у меня мало, но они есть. Я с ними не спорю даже. Таким людям я задаю вопрос. А сколько погибло русских солдат? Украинцев они людьми почему-то отказываются признавать, а вот русских должны же? Никто не может ответить. Если спросить про мирных жителей и детей, тоже. Я больше скажу. Им все равно. Абсолютно. Они больше переживают за Apple Pay и цены на сахар. Но я с ними не ругаюсь и не обрываю отношений. Если я стану так поступать, я буду ничем не лучше ментов, дающих сроки за книги. Я пытаюсь принимать людей и их мнение, пусть даже и такое. Все пройдет, а мы останемся. С теми, кто ходит махать флагами под девизом «А что такого?», я больше не общаюсь. Таких у меня один человек. Пока. Думаю, будет больше. Первый месяц мы все привыкали, обсуждали, куда и как лучше ехать, старались не делать резких движений, а кто-то делал. Сейчас мои друзья, коллеги, знакомые, раскиданы по всему свету, от Таиланда до Бразилии. Есть стойкое ощущение, что моя Россия, она по сути очень хрупкая, тонкая, как рустальный бокал. Кто-то крутил ей в баре, на пьяной вечеринке бросил неудачно и не поймал. И в тишине, в паузе между разговорами и музыкой, она со звоном разбилась в требезги. Сейчас осталась только никому не нужная ножка. Ни вина налить, ни чашу подпереть. А мы все бежим, как в восемнадцатом году, через Стамбул, чтобы жить, любить и созерцать. Я сейчас жду первого июня, у меня собеседование в консульстве Израиля, и я уеду сразу же. Я поняла, что мне незачем тут оставаться, я не хочу платить своей жизнью за этот ад, я не согласна с тем, чтобы мои налоги шли на бомбы, а не на школы. Меня бомбит от этого страшно. Очень забавляет реакция людей, поддерживающих это все. Они реально верят в импортозамещение, нарисованный курс доллара и прочее дерьмо. С пены у рта орут, что мы всем наваляем, мы великая держава. И тут же послушно ставят своих детей на колени с буквами Z в руках. Я не спорю, я поняла, что они это заслужили. Мне искренне жаль тех, кто просто не может уехать по объективным причинам и вынужден остаться. Времечка в основном проходит под девизом «Я не могу сожрать столько, сколько мне хочется выплевать». Все встречи превратились в прощальные, любое веселье с похоронной ноткой. Мы все следим за разговорами, не говорим о войне, чтобы не ругаться. Аккуратно прощупываем друг друга, слегка касаясь самого больного и ждем. Кто-то взлет из самолета, кто-то, что будет дальше. Я хожу по квартире и думаю, какие книги я кому отдам, куда поедет жить жираф, которого я перла через всю планету с юга на север, кому картины, куда деть вещи, которые были дороги только мне. Я могу взять только один чемодан, я не знаю, куда я еду и как буду жить дальше, и не хочу тащить лишнее. Я стараюсь ничего не покупать, доедаю еду, домыливаю шампуни, домазываю крема, дочитываю книги, встречаюсь со всеми друзьями. Я каждый день прощаюсь. Я очень надеюсь, что скоро мы все сможем вернуться, что будет у нашей страны будущее, и русские, которые вращают мир с Калифорнией, Лондона, Грузии и Тая, захотят делать что-то здесь. Вернее, даже не так. Смогут делать это здесь. Сейчас в ворохе всего этого пиздеца я выделила для себя три задачи. Первое – остаться человеком. Второе – помочь всем, кому я могу помочь. Третье – запомнить, записать, рассказать все, что я могу, знаю. Я верю, что это потом будет важно. Ха, Белая Гвардия тоже верила.